Это всегда очень актуально, а тем более носки, которые связаны с теплотой, с любовью, греют всегда вдвойне. Всё, что на столах, сделали родные и близкие военнослужащих, в том числе дети. Присоединились и городские мастера. Выручку направят на поддержку фронта. Очень приятно, потому что все изделия сделаны с душой, с добротой и с сердцем. Настрой для депутатов перед рассмотрением бюджета. В регионе действует уже более 50 мер поддержки для участников СВО и их семей. Все они сохранены. Это же касается абсолютно и всех льгот. Финансисты округа выверяли каждую статью. Несмотря на сложную геополитическую обстановку и беспрецедентные санкционные давления, бюджет Ямала сохранит на плановый период стабильность и устойчивость. 90% дохода в региональную козлу поступают от добывающих предприятий. Нефтяной сектор стабилен и даже показывает небольшой рост. Газовый после резкого падения восстанавливается уже более высокими темпами. В России, потеряв часть внешнего рынка, сделали ставку на внутренний спрос. При этом разработчики бюджета учли риски, связанные с высокими процентными ставками и кадровым дефицитом. Эти предпосылки учтимы в процессе разработки представленного прогноза социально-экономического развития и считаю его реалистичным. Главный финансовый документ, который представили депутатам в Кулуарах, уже окрестили бюджетом стабильности. Доходы региональной части на следующий год составят 343 миллиарда рублей, при этом дефицит 42 миллиарда. В этой части заложены второстепенные расходы на случай, если в течение года поступят дополнительные средства. Все моменты, которые отражены сегодня в бюджете, они на самом деле направлены на сохранение. От того развития, которое у нас идет в автономном округе. При этом бюджет остается социально ориентированным. Так программу льготных перелетов для детей из многодетных семей сохранят. Цена билета останется прежней – 2500 рублей. Меры социальной поддержки индексируют на 7,3%. Также увеличат расходы на образование и здравоохранение. У нас регион берет на себя огромную ответственность и огромные задачи перед собой ставят в той же социалке и здравоохранении. Что касается инвестиций, то на них в бюджете будущего года приходится треть всех расходов. В том числе планируют расселить 160 тысяч квадратных метров аварийного жилья к нынешним 800. А это будет уже совсем близко к заявленному 1 миллиону. Кроме того, намерены завершить 15 объектов здравоохранения. Четыре спортивных, два детсада и два дома культуры. Радует то, что мы беремся за те проекты, которые мы можем достичь. Это важно, что мы доводим все до конца. И бюджет на сегодняшний момент в этом отношении очень крепок и обеспечен. Все, на что мы делали акцент – это жилье, дороги, здравоохранение, безопасность наших граждан. И самая главная комфортная территория нашего детства, наших детей, она в этом бюджете рассмотрена, принята. Бюджет на предстоящую трехлетку приняли с одним воздержавшимся. Прогнозы на 26 и 27 годы пока более умеренные. Задача удержать позиции, а это иногда эффективнее иного наступления. Александр Ребека, Алексей Канев, Владимир Делинский. Программа «Время Ямала». Салихард.